у меня как у шахматиста у меня плюсов мало почти ноль но я всегда очень много работал вот вот этого у меня не отнимешь вот если кто-то скажет что нет что это вранье но ничего подобного это не вранье и шахматным талантом чего нет того нет а трудолюбие у меня всегда было на высоте да почему было она и сейчас есть просто на другое направлено у меня есть чем сравнивать я же общался с реально талантливыми шахматистами нет я я ни капли не скромничаю со специфическим шахматным талантом у меня дело обстоит достаточно хлипко ну уж нужно что ну что тут поделаешь что дубе убиться лбом об стену ну что ну вот мне довелось смотреть как вот работают принимают решение люди у которых с талантом действительно все хорошо при этом это не не только небожители вот эти вот до 800 это все не ограничивается там крамником анандом и грещуком в общем-то я и я видел я видел существенно превосходящих меня талантом коллег которые в силу там каких-то разных других факторов остановились на уровне 2620 но все равно там методика принятия решений она другая там по-другому человек все видит по-другому человек оценивает мне то что ему понятно сразу же мне непонятно но я я старался компенсировать чем-то другим но как-то это получалось что-то не получалось вот да и то что я много работал это мне дало возможность иметь широкий хорошо отработанный дебютный репертуар возможность в общем-то напрягать противника возможность уделять больше внимания каким-то психологическим моментом свойства моей личности сложились так что вот это был сильный элемент моей игры широкий дебютный репертуар хорошо проработанный и все что за этим следует три самых больших шахмат талантов специфических шахматных талантов на ваш взгляд кто когда просто человеком играешь партию ну тут не ну понятно что талант виден но гораздо гораздо больше и ярче талант или же его отсутствие видно когда человек начинаешь анализировать посидеть разобрать только что сыгранную партию вот там талант 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 очень виден и вот опять же я я просто говорю в данном случае не каспаров и карпов это конечно выдающиеся явления но если вот их чуть-чуть вынести за скобки то тогда получаются но опять же потому что ни с тем ни с другим я толком не анализировал с кем анализировал но это пожалуй пускай будут анант конечно крамник ну и не знаю дальше уже дальше уже идет дальше уже идет плотная группа дальше уже идет плотная группа опять же из которой ну тут все очень сложно да тут на василия михалыча надо как-то отдельно поставить потому что василий михалыч это просто явление какое-то понимаете вот он совершенно особенно его вообще нельзя ни с кем сравнивать вот а кого-то еще выделять но не хочу выделять да анант и крамник вот это да а дальше понять там и гельфант и свитлер и грещук и тут и все всюду какая-то своя запредельная яркость но особенная но это все безусловно очень и очень талантливые шахматисты безумно талантливые шахматист а про магнуса вы не можете сказать с магнусом я сыграл одну партию в последнем туре кругового турнира когда он был еще маленький вот ну как маленький он уже играл неплохо он в том турне решила обыграл но но место занял хвосте вот а я в том турнире сделал все ничьи включая с магнусов последнем туре но и опять же последняя партия но не и сказать что мы ее анализировали потому что настолько обалдел от этих всех ничьих не то что я сильно рассчитывал малыша именно в последнем туре обыграть но как-то вот настолько вот эти все ничьи меня достали что я всерьез что-то обсуждать не хотела хотелось как-то побыстрее все это забыть вот так вот вот нет магнус этому а магнус это тоже явление магнус не ну магнуса то есть если на данный момент так скажем для меня очень просто что величайший величайший шахматист не надо в этом иронию искать потому что я там про него не как шахматиста могу сказать и другие слова но не будут а величайший шахматист за всю историю всех времен и народов что называется это для меня безусловно каспаров вот но 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 по тому что происходит у магнуса есть неплохие шансы его чуть-чуть с этого пьедестала потеснить потому что магнус это тоже магнус феноменален до магнус феноменален его очень много очень много сильных сторон при том они иногда бывают совершенно неожиданные и и кстати в том числе вот это да что при всем при том что у него конечно есть свой сложившийся стиль но он тоже как тоже-то же кардинал и галантерий и галантерийчик он как раз как никто он очень здорово чувствует что неудобно что неудобно конкретному противнику в конкретной партии это очень здорово то есть это не то что вот общее слово он ставит перед противниками проблемы он перед каждым конкретным противником ставит именно ту проблему которая будет неприятно именно этому противнику это это большое дело этого притом это с молоду еще то есть вот такой вот глубина проникновения остается только восхищаться шахмат рок-н-ролл а